В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро. Сегодня день вывода советских войск из Афганистана. И сегодня гость нашей программы – председатель Союза Афганцев Карачаева-Черкесии, председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России в Карачаево-Черкесии Исам Мамчуев. С ним в эти минуты в нашей студии встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, ИСА. Рада видеть вас сегодня вновь у нас в гостях. 15 февраля – это, наверное, один из самых знаменательных дней в вашей жизни. Именно в этот день наши войска покинули Афганистан. Что для вас эта дата? Во-первых, эта дата для нас очень памятная. Почему? Перестали погибать наши ребята. Последний погибший – это был Татаркулов Магомед, который погиб на выводе. И, конечно же, перестали плакать матери, горевать. И каждый год, 15 февраля, мы собираемся, возлагаем цветы, ездим на могилы, посещаем семьи погибших по мере возможности, оказываем какую-то помощь. Потому что, как говорится, преемственность поколения нас научил этому всем. Всех нас научил этому ветеран Великой Отечественной войны. Те ветераны, которые приходили к нам, когда мы были юными в школах. В этом году 35 лет, да? Да, да. У вас юбилей. Да, очередной юбилей. И надеемся ее провести в возложении, а там уже будет видно, что и как мы будем дальше делать. Как человек, прошедший войну, я думаю, что вы и ваши коллеги неравнодушны к той ситуации, которая сложилась сейчас у нас в стране. Чем вы помогаете нашим ребятам, нашим бойцам? И ваше мнение хотелось бы услышать. Дело в том, что перед Новым годом, на заседании правления мы озвучили специально этот вопрос. До этого тоже мы помогали. Но от имени правления был озвучен вопрос, правление поддержало. И мы собрали деньги, купили УАЗик для эвакуации погибших и раненых. И гуманитарной помощи, которую нам оказывали и оказывают 17-я гимназия, где я работаю, 13-я гимназия МАКСУ имени Магомеда Маджитача Абрекова. И 5-й лицей города Джигуты, 7-й лицей города Усть-Джигуты и много-много других неравнодушных граждан. И также Николин приют, где является заведующей парковник Наталья. Соответственно, мы отвезли эту гумпомощь в 34-ю бригаду к нашему земляку-афганцу Бастанову Назиру. Передали и УАЗик, до сих пор УАЗик бегает, соответственно, помогает нашим ребятам. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, поздравляю вас с вашим прекрасным праздником. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, Белла. И пользуясь случаем я бы хотел от имени, вот так как я являюсь еще председателем приема организации офицеров России по Карачаево-Черкесской республике, Хочется вам вручить грамоту за ту работу, то, что вы освещаете нашу деятельность, то, что вы всегда с нами сотрудничаете. Также хочется вручить грамоты благодарности руководителю Светлане Козьево и ряду ваших коллег, что мы сейчас и сделаем. А вам, конечно, персонально я хотел бы вручить вот... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале России. Ровно в 9 смотрите Вести на абазинском языке, а затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 Вести Карачаево-Черкесия с Алладинаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.